Получается, нам остался всего лишь месяц, а у нас еще не готовый комбайн, у нас не укреплен основной склад, у нас не достроен новый зерносклад, не починен КАМАЗ и еще не починена телега. Это, ребят, большая беда. И по ходу дела мне придется отложить все свои дела. И это будут, наверное, самые тяжелые 4 недели в хозяйстве, не совхоз. А что из этого выйдет? Опа! Всем привет! С вами канал Несохоз. Меня зовут Павел. Добро пожаловать на наш сериал. Итак, наш проект 4 недели начинается с этого момента. Я запыхался, если честно, потому что несся сейчас как угорелый. Ну что, не будем тянуть, у нас есть проблемы по складу, по комбайнам, у нас проблемы по новому зерноскладу, а также КАМАЗ, который нам нужно еще починить и все это за один месяц. Вы понимаете? Ну что, готовьте чаюху, вкусняшки и мы начинаем! Итак, ну что, начинается наша страда месячная, за которую мы должны сделать огромное количество всяких разных мероприятий, которые у меня в Глэб просто не укладываются. Ну и в целом на это еще нужны деньги. А деньги, как вы знаете, имеют свойство кончаться. Поэтому мы придумали идею продать наши танки-охладители, которые стояли в молочном блоке и вообще не использовались. И вроде как мы нашли покупателя. Музыка 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 кабину мы посмотрим мосты все это сделаем бюджетно нормально ну короче средний вот в среднем если выбирать между богато и плохо починить камаз мы починим средний проверим турбины сделаем то посмотрим все что нужно можно подшипники нужно будет два листа ресор там точно поменять насколько я помню иначе они как в том году треснут еще раз посмотрим весь кузов что-то где-то подварим заварим а вы на это посмотрите ладно уйду от вас нет даже давай вечером с тобой заряжаться когда вечером я уеду нет да я лучше к тебе сам приеду а как ли кухня был вот придет ему иван петрович да выпишите огурцы вот так слышно он подойдет один пошел на сковородке будешь облизывать горячей сковородки а потом в говне будешь в чане с говном нырять а тут сапли тебя а меня хранить позиним быть мы уж решили теперь позиним дарю тебя выгонят из астана а крокодилы летают а крокодилы летают вот это и также день фунтикайки помогай ворочать ахахаха бегать верни вебинах ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня направили сюда. Нет, что у тебя, мне надо с вами направить. Сергей Иванович сказал, что здесь снимал. Сергей Иванович, хе-хе-хе. Тут интересней. Ой, сломал. Чего сломал? Да это он, крючок у нас. Ломать не строить. Иди, подтолкни, положи. Не снимай, ты давай, ускорбай. Ух ты, б***ь. Ух ты, б***ь. Ух ты, б***ь. Ух ты, б***ь. Смотри, по-моему, ты садишься. Тихо. Тихо. Мама, Андрюхли. Давай, давай. Шплит. Да. Реши. Ты, б***ь. Ты, б***ь. Ты, б***ь. Ты, б***ь. Ты, б***ь. Дай, я, я, капуста. Да, да, да. Да, да. Смотри. Играет музыка. 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 пока не понимаем как делать наверное будет закрыто ну и вот здесь вот такую красоту посмотрите какую сделали даже вот наверное нужно отсюда показать все щели какие были стали красивыми беседка будет вообще бомбовая а еще у меня к вам вопрос напишите в комментариях какого цвета будет крыша и сама беседка посмотрим угадайте не угадайте а мы едем на зерносклад а а Тут столько ворон, смотри, а еще все с открытыми ртами, клювами, вообще что за жесть. Они как будто бы уже знают, что у нас на этом зерноскладе будет еда, блин, вот так припарковаться конечно пешком дойду. О, смотрите, у нас тут пшеница взошла для зерносклада. Светет, вот, смотрите, там зашла, вот тут зашла, вот. Причем мы здесь ничего не удабривали, ничего не делали. Ну вот, неплохой колосок, вон там, кстати, сколько зашло. Мы сейчас туда пойдем, но вначале я хочу зайти на зерносклад. Вот так ячмени, там вот здесь разбросы. вот столько у нас уже всего осталось, здесь осталась пшеница, тонн 500, так мы их увезем от ячмени, а вообще тонн 100 осталось максимум, и то уже, наверное, не осталось. вот еще у нас запасы пшеницы лежат, и там, здрасьте. Недобро на меня посмотрели. Ну, не будем мужиков отвлекать от работы, сейчас пойдем на стройку. У нас там сейчас как раз происходит, есть такое слово, залаживание. Залаживание, щели, ну как щели, тот вход мой, который зерносклада был нам не нужный, дальний, мы его залажили. Вот эти дорогу уже прокатали. Даже тут, вот посмотрите, пшеница растет. Последние остатки от нашей уборочной. Последняя память от первых тонн, которые мы собрали в том году. Последние все, что осталось. сейчас продаем и забываем про них нафиг. вот так. Практически весь склад разбомбили. Сделали там, сейчас тоже будем закладывать. но очень медленно. Здрасте. 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 И вот, вот так. А? Перекурим, пока. Да. Пуренечка. Так, а это вам перевезли, да? Все уже эту вагонетку? Да. В таком? Ну, в автоген смысле. говорил я просто не на нее времени хватает искать резак например купили для себя резак собственно баллон в это кислородный пропановый есть у нас он но он свой бы был на в аренду всегда выручалки дорого он стоит резак я даже без понятия я не знаю у вас интернет если бы я в интернете например на сказал дорогой не знаю в интернете наберите в яндексе видите может они в саранске есть то что он же навсегда останется он всегда болгарки не подрежешь металл вот правда толстый болгарки все можно оторвать даже вот эти вот на верху щеки вот этот раз обрезали резаком а сейчас забревнуто все забревнуто щель забили что-то было электрика нет чтобы линию проверить вот это вот все идет она 380 вроде если я не ошибаюсь я не знаю вот до сюда до склада точно идет линия но она по идее работала все генератор не гонять не будешь ни разу я думаю они там просто в большом ну думаю да продать на настали живы александр геннадь а мы окна стеклянные чем будем на эту тему мы еще и не разговаривали а как а если их выдавит но просто представь нагрузка начнется и нужно будет срочно склад освобождать потому что нас том году так и было что нужно срочно было все перекидывать перегонять ну да какую вот эти окна надо их закрывать потому что они вот находится все мотоблок с прицепом 75 а как бы по срокам-то по срокам это это мы уже ну давно там прорывали тем поставить отрезать обрезать да еще орешить здесь удержать там там дверь уже сделала короче нужен на это как мы мы вручную не поднимем никак у нас пусть у него на местные так лишь кишки на руку а где вот то кстати мы туда подтянем их порезать по размеру так что нужно автоген риза автоген провод шланги сам вот это порезать нужно резак и заками да что ты черт побери такое несешь а а вот трещина идет кстати нет нет ее тоже замазывать или стягивать будем стягивать ну да самая негодная вместе с коровником советским негодно но что поделаешь выживание сельском хозяйстве ну ладно все будет нормально надо еще лет 30 потерпеть все будет хорошо души сюда я думаю еще строится мы будем лет 10 нашим хозяйстве один вот нашим бросили вы их лёгко найду зачем работать К Брызгалки Он идет, распределяет у нас среднюю и потом остается. ДМ-ку поди заливай, больше чего. Вот так-то чисто маслом нащупит, не хуйня. Посмотрит, поедет, коль он уж не ездит. Все, хватит. Что, думали, день завершился? Нет, технику с опрыскиванием встречаю. Приехал КАМАЗ, он заправил два опрыскивателя. Сейчас они допрыскают и тоже приедут. Саня примчал. Все время, сейчас уже 11 с чем-то, не могу посмотреть. Вот, и КАМАЗ прибыл. Супер. Хоть эта серия не посвящена комбайну, но мы решили вам показать, как мы устанавливаем выгрузной шнек на вектор 410. И, в принципе, это последнее, что нужно будет по нему сделать. Но, обо всем мы узнаем в других сериях, а вы пока что не ленитесь и поставьте ребятам лайк за их долг. Короче, ситуация такая. У Лени прокололось второй раз колесо. И для того, чтобы не запикивать, в принципе, весь наш видеоролик, мы решили показать вам просто работу, как он все делает, устанавливает без его эмоционального окраса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ой, 18 плюс поставят. Так, рессоры еще не разбирали. А, нет, разобрали. Вот, видите, лист. Ну, еще вот, да, поменяли листы рессоры. Что еще сделали? Уже. Ага. Вот там, если будет видно, подварили, переварили вообще полностью. Тут пол. Положили лист дополнительно. Вот тут. Все уже чехлами накрыли, но... Ай, тень плохо панель. Может быть, будет видно. Вот все переварили под кабину. С кабиной здесь, конечно, беда. Если панелька еще более-менее нормальная, с кабиной, конечно, ребят, все плохо. Бам. О, дверь закрываться начала. Кайф. Что-то пороки какие-то. Или они были такие, что не помню. Вот. Так же в планах ТО, но не все сразу. Не на все хватает времени. Вот так. Коллеги, это завершение первой части нашей большой серии. И не пугайтесь. Вы давно просили, чтобы наши ролики выходили чаще и больше выходило контента на канале. Мы над этим работаем, очень сильно стараемся. И поэтому следующий ролик и продолжение этой серии выйдет в среду. Представляете? По времени я еще более подробно напишу. А напишу я на нем, пусть будет, в Телеграме. Поэтому подпишитесь, не забудьте. Там будет вся информация. Вот. Как-то так трудимся, работаем, продолжаем и стараемся развиваться и радовать вас. Спасибо, что нас смотрите, вам такой вот лайк. Пусть я буду необычным таким фермером, который посылается в аудиторию сердечки. Но я вижу комментарии, читаю каждый комментарий и ценю вашу поддержку. Все. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok